Робот для ходьбы, появившийся в Таллинской детской больнице, сменил своего предшественника, который без устали 11 лет помогал деткам с нарушениями опорно-двигательного аппарата учиться правильно ходить. Новый робот умнее и более функциональный. Управлять им достаточно легко. Вместе с пациентом в обычные дни с ним находится лишь физиотерапевт. После небольшой подготовки задаются необходимые параметры пациента и задача. Далее робот сам подстраивается под человека и приступает к работе. Робот, да, делает какое-то движение сам, но также он позволяет ребенку самому тренироваться, поднимать, так скажем, эти тяжелые ноги, они в полном весе, но чуть-чуть они их приподнимают и тем самым разрабатывают свою ходьбу. Важно отметить тот факт, что это приобретение Таллинская детская больница смогла сделать благодаря неравнодушным людям, которые направляли средства в фонд поддержки этого медицинского учреждения. И пациенты, и врачи, и руководство больницы выражают огромную благодарность всем, кто помогал. Ведь этот робот действительно очень необходим. Я думаю, график его использует и говорит сам за себя, что у нас пять дней в неделю с восьми до четырех все временно заняты. Таких пациентов много и таких пациентов, которые нуждаются в подобной терапии достаточно. Как отмечают врачи, маленькие пациенты любят приходить на сеансы с роботом-помощником. Это и не мудрено, ведь умная машина не только занимается тем, чтобы пациент научился правильно ходить и обрел здоровые и сильные ноги, бедра и ягодицы, но и успевает при этом развлекать своих подопечных. Занятия проходят в игровой форме. На экране, в зависимости от заданий, появляются разные игры. И дети порой даже забывают, что находятся в больнице, а просто проходят игру. Но это тот самый редкий случай, когда родители рады, что ребенок играет в компьютерные игры. Ведь развлечения с роботом для ходьбы, в прямом смысле слова, правильно ставят ребят на ноги. Вадим Малышкин, Роман Васильев, Новости Таллина.